Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогейм. Ребята, я вам обещала, что разработчики скоро нас закидают новыми обновлениями. Так вот, это и происходит. У нас будет новое обновление на этой неделе. Круто-круто! Новое обновление. Сейчас я вам поподробнее расскажу, что в нем будет. А еще, ребята, у меня для вас столько классных новостей, и они очень-очень прикольные. Мы уже все привыкли, что обновление у нас выходит по четвергам. Появляется либо новая локация, либо еще что-то интересненькое, но чаще всего, конечно, открывается что-то новенькое. Последнее обновление было это вот эта станция-бульвар, огромный красивый поезд, ну и, конечно, вот такой уличный артист, который делает прикольные сюрпризики. Допустим, вот такой он может прятать вещи, делать фокус, и смотрите, он мой планшетик сейчас спрячет, ребята. О, нет, мой планшет, он мне нужен, я же сейчас спойлер буду смотреть. Верните, верните мне планшет срочно. Так, ну ладно, давайте открывать, и вот он планшетик целенький и невредименький здесь. Есть, да, ребята, он здесь, и все хорошо. Так что, ребята, у нас с вами будут несколько станций по городу. Вот эта карта, это не просто карта, ребята, смотрите, здесь показан мир Аватар Ворлд и много-много остановочек. Самая настоящая сеть метро подземная. Представляете, сколько здесь остановок? И вот у нас есть еще, ребята, спойлер. Вот такая карта, на которой тоже очень много остановочек. Просто посмотрите, какая крутая сеть. И это не просто карта, это реальный спойлер о том, ребята, что у нас будет несколько остановок поезда по городу. Правда, круто. И автобусных остановок тоже будет больше. Круто, правда, ребята? Ну, ребята, все поподробнее. Мы с вами, конечно, ждем школу, мы с вами ждем аэропорт, еще какое-нибудь летнее обновление. Мы с вами ждем, конечно же, садик, чтобы открылся, но почему-то эти локации пока не открываются. Для меня это тоже большой секрет, почему, конечно, их не открывать, потому что мы очень этого ждем. Особенно, ребята, школу, садик, ну, аэропорт и аквапарк. Ребята, как же я могла забыть про аквапарк? Мы же с вами еще аквапарк ждем, не дождемся. Но на этой неделе, скорее всего, в четверг, откроется вот этот поезд. Мы сможем с вами зайти вовнутрь этого поезда, и локация будет абсолютно другая. То есть, так же, как и в автобусе мы заходим вовнутрь, так же и в поезд мы сможем с вами зайти через вот эти дверки. И там будет своя локация, я думаю, что будут свои секретики. Классные. Давайте посмотрим эту кабину поподробнее. Смотрите, я думаю, что мы сможем, как в автобусе, зайти вовнутрь и сможем сесть на сиденье. Сможем нажимать вот на эту кнопочку, чтобы ускорить поезд. А еще вот эта кнопочка, мне кажется, это экстренное торможение. Видите, красное. И здесь есть еще открывать двери, мы сможем выходить через двери. И, ребята, огнетушитель. Мне кажется, там будет очень много классных секретиков, которые я вам, ребят, с удовольствием покажу. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И у нас есть, конечно же, спойлер. Новый спойлер, который мы сейчас с вами посмотрим. Но я хотела бы, прежде чем мы его с вами посмотрим, еще рассказать про новую коллекцию одежды. Последний раз, последнее наше мини-обновление, появились три коллекции одежды. Они, ребята, платные. Вот эти три наборчика. Кто не видел мое прошлое видео, смотрите, оно очень интересненькое. Так вот, эти коллекции будут появляться каждую неделю. Они будут меняться каждую неделю. Во вторник, ребята, будет появляться три платных набора каждый вторник. И бесплатный набор в нашем магазинчике модном. Вот в этом, ребята, на манекене, который у нас голенький, будет появляться новая коллекция. Каждую неделю во вторник будет меняться здесь одежда. Еще разработчики сказали, что лучше, когда вы будете мир обнулять, например, ну или даже обновлять лучше эту одежду, которая на манекене, надевать на персонажа, чтобы она была надета. Допустим, вы получили новую одежду. В этот вторник это вот такой костюмчик. Вы приходите в магазин, ура, новая одежда, вы ее снимаете обязательно. Потому что если она останется на манекене, она 100% пропадет. Вы ее снимаете. И когда вы мир, допустим, обнуляете, или даже пусть даже вы обновляете игру, лучше эту одежду на другого персонажа, на какого-нибудь найдите. Допустим, не на вашего основного, а у вас есть, допустим, персонаж, который у вас есть. И вы просто, у меня, кстати, мальчик тут в платье. Ну давайте вот на эту девочку. Кстати, у меня выйдет новая серия. Это, да, смотрите, она в купальничке. У меня новая серия Соня в купальнике. Это спойлер, ребят, поэтому смотрите, она будет очень интересная. Новая серия сериальчик, она классная. Подписывайтесь на канал, смотрите, серия реально прикольная. Так вот, все, я на нее надела и спокойненько смогу обновить игру. И смогу спокойненько ее обнулить. То есть полностью сбросить весь прогресс игры. Но этот костюм я должна на кого-то надеть. Потому что потом, возможно, эти костюмы не вернутся. Многие ребята в комментариях пишут, что, возможно, эти коллекции будут появляться. Так же, как и в наших магазинах одежды. У нас там, помните, сначала такие пышненькие платья появляются, потом меняются на повседневную коллекцию, потом опять пышненькие, потом повседневные. Но я не думаю, может быть, здесь, кстати, не будет появляться этот костюм. Он может полностью пропасть. Поэтому сохраняется, ребята. И вот, каждый вторник мы должны просто лететь в этот магазинчик и смотреть на этот манекен. И ожидать что-то новенькое. Каждый вторник, ребята, будет новая коллекция на этом манекенчике. Бесплатная, ребята. Но, помимо бесплатной коллекции, будет появляться еще 3, целых 3 платные пакеты, которые вы можете себе купить, если вам что-то приглянулось. Ну, ребята, ну, вроде бы все сказала. Самое главное, во вторник приходим за одеждой, забираем ее с манекена, а в четверг ждем новое обновление. То есть, у нас теперь 2 дня в неделю праздник в Аватар Ворлд. Во вторник новая одежда, в четверг новое обновление. И это, ребята, супер-мега круто и классно. Ну, все, давайте смотреть новый спойлер, смотреть, что вообще будет в кабине новенькое. Вот, ребята, мы внутри в поезде. Это карта. Сейчас я вам про нее подробнее расскажу. Смотрим поподробнее. Смотрите, сиденьки у нас складываются. Они могут опускаться и подниматься. Возможно, что с ними будет какой-то секретик. Круто. Мне кажется, что все-таки будет какой-то классный секрет, и их будет много в нашем поезде, потому что в автобусе много секретиков, и они достаточно классные. Мне нравятся секретики в автобусе. Еще, ребята, опять будет место для беременных, и, может быть, бабушек и дедушек. Ну, и мне еще понравилось, что сверху, видите, картинка с нашим Лукасом, с песиком, который из платного пака. Этот собачонок. Что-то тут такая тематика зоу. То есть, наши питомцы, здесь корм и сердечко. Интересно, почему, почему в поезде у нас все-таки такой дизайн? Может быть, это какая-то пасхалочка и секреточка? Не знаю, ребята, но это очень классно, что у нас будет такой красивый поезд с питомцами. И на заднем фоне мы видим город, и потом меняется и появляется лес. То есть, поезд будет ехать очень долго, далеко. Классно, классно. Прикольно. Будем путешествовать по всему городу Аватар Ворлд. Ребята, в этот четверг планируется соединить вот эту станцию Бульвар, последнее обновление, со станцией, которая наша старая, первая станция. Вот она, ребята. То есть, мы сможем приезжать из станции Бульвар вот сюда, на эту станцию. Они соединятся между собой, и мы сможем заходить вот сюда и приезжать на нашу другую станцию. То есть, здесь тоже будет работать кабина. Мы сможем заныривать в нее вот так, и туда садиться. Ну, а здесь, если посмотреть, то здесь немножко другой дизайн. Здесь есть еще вот такой, смотрите, восклицательный знак, как будто бы там электричество, щиток, электрощиток, и здесь еще есть мусорное ведро. Так что, я думаю, что локация будет интересненькая. Вот с такими разными секретиками, кнопочками и разными классными штучками. У нас теперь есть две станции метро, и мы сможем путешествовать отсюда и в станцию Бульвар. Но это не все, ребята. Еще планируется открытие других станций, и мы сможем еще получить несколько мест для путешествий на поезде. То есть, это не все, ребята. Игра будет развиваться. Как это будет выглядеть, я пока не знаю, ребят. Нам это не рассказывают. Но я точно знаю, что будут еще остановки поезда. У нас здесь, смотрите, вот на картинке есть станция. Видите, как она выглядит? Возможно, что у нас в городе еще откроются такие мини-станции. Мы сможем ездить с вами еще куда-то. Где они будут открыты, пока что неизвестно. Но сказали точно, что не только две станции будет, что их будет больше по всему городу. Это очень круто. Аватар Ворлд реально, ребят, развивается. Ребята, транспортная сеть у нас развивается со скоростью света. У нас появился школьный автобус. У нас скоро появится обычный автобус. У нас появляются станции метро. Очень круто. Реально все как в настоящей жизни. Давайте заглянем вот сюда и посмотрим. Я видела, что у нас тоже есть вот такие же значки в поезде. И есть вот такой значок открывать дверь. Это мы с вами уже видели. Дальше сиденье у нас здесь поднимается только одно. Вот это и там тоже было показано поднимающееся сиденье. И тут секретик. Поэтому, ребята, будем проверять сиденьки. В поезде тоже должен быть какой-то секретик с этими сиденьями. А еще мы с вами видели в станции, которая наша первая, основная. Там есть такой ящичек, электрощиток. Интересно, а там будет какой-то секретик? Ну, конечно, туда лазить нельзя. Это очень опасно, ребята. Но посмотрим. Не будем торопиться. Будем секретики с вами разгадывать. Поэтому, чтобы не пропустить все секреты локации, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся, как всегда, на канале Милогем. И всем пока-пока, мои дорогие.